привет мои дорогие праздники на носу и я думаю что вам придется поломать голову над тем радовать своих родных и близких посреди выходных дома я вот своих радовала под такой вот ароматной замечательной выпечкой вы его назовите пирогом назовите его булочками не важно как вы его назовете но вкус у него просто превосходный и замечательный делается это все очень просто и если вы умеете работать дрожжевым тестом а как с ним работать я вам уже показывал и здесь покажу еще раз для начала нужно просеять муку рецепт здесь не сильно сложные я всегда использую именно прессованные дрожжи вы можете использовать сухие тогда берите пропорцию делите на 3 то есть вес прессованных дрожжей делите на 3 если мне написано 15 грамм допустим прессованных вы берете 5 грамм сухих и так далее все остальные пропорции остаются такие же для начала я буду делать нечто подобное на опару я вы видите смешала только в моем случае я делала на сыворотке так как у меня и очень много ребенку часто творог делаю а вы можете делать на молоке можно сделать даже на кефире вот на воде не советую это все-таки очень вкусная удобная выпечка должна получиться оставила при комнатной температуре и масло расстаивать подогрела сыворотку с сахаром который ответил и с ванилькой и добавляю сюда дрожжи дрожжи у меня были после морозилки как вы наверное смотрели моих предыдущих видео я очень часто дрожжи кладу в морозилку то есть беру большую пачку режу и кладу в морозилку поэтому взяла я кусочек дрожжей в слегка теплую сыворотку разогретую не более чем до 40 градусов развела дрожжи и отставила их на пару минут для того чтобы они все-таки отошли у меня немножечко далее я ответила здесь всего лишь 300 грамм муки и вливаю сюда смесь сыворотки сахара и дрожжей и перемешиваю также бросаю сюда щепотку соли и бросаю сюда сразу одно яйцо одного яйца нам будет здесь золовой достаточно для того чтобы наше тесто потом не получилось очень плотным и тугим смотрите получилась вот такая вот жидкая консистенция у теста по сути очень хорошо если бы вы отставили ее на полчасика как опару подходить но у меня времени не было и я сразу же добавила сюда размягченное сливочное масло и еще 150 грамм муки добавила у меня не было честно времени на пару мне нужно было сделать быстрый и очень вкусный пирог для родных добавила еще 150 грамм муки и поставила перемешиваться но тесто еще слегка мягковато остальные 50 грамм муки рассчитываю что они у меня уйдут как раз на подпыл во время вымешивания теста любое дрожжевое тесто любят что вы его помесили руками и довели его до кондиции так сказать она еще вот такой вот рыхлая что ли как ну вот такая у него консистенция для того чтобы она была более податливая пластичная и мягкая такое и структура у него совершенно другая была его обязательно нужно довести руками если вы будете пользоваться комбайном то это не займет у вас многом времени если вы замешиваете ложкой то потом придется помесить его минут пять дрожжи это любят вы видите довольно все очень быстро замешиваю тесто тесто вот становится уже более пластичное после того как она подойдет она еще станет более эластичным и с ним станет вообще очень приятно работать я много муки вмешивать сюда не буду я вижу 6 тестом потом возможно будет работать очень удобно и думаю что я уже буду оставлять подходить с форму я смазала в которой у меня и замешивалась смаза немного подсолнечным маслом и сверху сама тесто немножечко тоже смазала для того чтобы она мне не подсыхала накрыла влажным полотенцем и оставила подходить в теплом месте пока у меня будет подходить тесто я сделаю начинку для своего пирога начинка здесь ореховая я беру 150 грамм сливочного масла добавляю сюда сахар и буду добавлять сюда орехи орехи у меня грецкие вы видели я их поджаривала измельченные если вы боитесь что у вас орехи слипнутся и будет такая масса комочками потому что орехи быстро отдают масло если вы их измельчаете перебивайте их в блендере либо в кофемолке уже вместе с сахаром тогда сахар впитает лишнее масло и орехи будут все-таки рассыпчатые вот такая вот пластичная масса у меня получилось посмотрите она очень нежная ее в принципе удобно будет намазывать на тесто смазываем рабочую поверхность подсолнечным либо сливочным маслом лучше работать с подсолнечным мне так удобнее подсолнечное масло обязательно без запаха тесто лучше было подходить где-то около часа но у меня времени не было и она мне поставил всего 40 минут но посмотрите как она уже хорошо подошло в теплом месте она увеличилась практически три раза в два с половиной так точно выкладываю свое тесто на рабочую поверхность и слегка приминаю посмотрите какое на гладкое получается я его как бы складываю внутрь еще добавляю по необходимости подсолнечного масла вначале хочу попробовать это тесто раскатывать но за счет того что работа на силиконовом коврике и тесто мне смазано маслом она мне просто ездит туда-сюда и не раскатывается то есть не так работать неудобно поэтому я вам советую еще вот такой вот вариант мне так показалось работать намного проще я просто беру на смазанный хорошо маслом поверхности растягиваю свое тесто аккуратно пальцами прощупываю где плотнее где тоньше и растягиваю его аккуратненько до нужной мне длины я люблю чтобы мой рулет был не просто вводить завиток сделан а как бы закручен как хороший такой бублик внутри закручен и несколько витков ним было поэтому я свой пласт раскатываю довольно большим широким то есть он у меня где-то получился сантиметров 45 на 30 где-то вот так вот по размеру и приблизительно равномерно стараюсь разложить свою начинку чтобы мне потом удобно было ее распределить благодаря тому что в начинке у нас масло внутри как вам объяснить ну прям будет разделяться в этих местах тесто и прям просто бесподобный вкус сливочное масло даст оно будет абсолютно не жирным если вам так кажется в зимнее время года бесподобно я еще в начинку добавила корицу запах по кухне просто неимоверный когда она печется посмотрите как легко скручивается этот рулет он бесподобно тесто мягкая с ним работать просто и очень легко скручиваться я подталкиваю его снизу и он сам собой как бы закручивается очень удобный и вот этот рулетик просто себе поближе чуть чуть вот так вот перекатываю не переношу а перекатываю как колбаску смотрю чтобы он у меня был приблизительно одинаковый со всех сторон буду использовать его такую форму для тортика которые я внутри расстелила пергаментом и теперь смотрите я режу на части свой рулетик где-то в части у меня высотой по полтора два сантиметра больше наверно по сантиметра в оригинальном рецепте советуют разложить данные улиточки приблизительно на расстоянии одного сантиметра друг от друга они будут увеличиваться но я не люблю когда они увеличиваются в ширину я не хочу чтобы это были большие такие огромные улитки я хочу чтобы мой пирог поднимался вверх и был высоким как красивый торт поэтому я выкладываю свои улиточки вот эти они вот вы видите несколько завитков получилось прямо очень орехово я их укладываю довольно плотно и они у меня тогда будут подниматься наверх они в ширину расти и будет плоский у нас пирог а будет как полноценный большой красивый торт вот так вот я укладываю остальные притрамбовываю так как мне уже нужно вот так у меня получилось опять отставляем на расстойку уже готовая хотя бы минут на 20 в теплом месте лучше всего если это будет полчаса 45 минут вы увидите когда она уже так ну начнет увеличиваться в объеме прикрывайте его полотенечком я уже включила духовку а сверху у меня на плите просто стояла и тепло от духовки шло и так поднимались мои вот такие вот штучки мои рулетики теперь свои рулетики я смажу яичным желтком для того чтобы они приобрели сверху красивый золотистый оттенок полностью смазываем 1 желтка мне с головой хватило на того чтобы смазать весь мой пирог и отправляю в духовку духовка разогрета 180-200 градусов и где-то полчаса минут 40 он у вас печется до момента что он стал уже как бы сверху золотиться ставим на самый верх либо если у вас духовка электрическая то ставим на режим верх-низ теперь вы видели я разогрела молоко в молоко добавила 50 грамм сахара и этим молоком горячим желательно горячим я поливаю только что достато из духовки свой пирог он у меня вы видите поднялся выше формы увеличился больше чем два раза поливаю не жалею по всему кругу чтобы равномерно полить благодаря этому мой пирог получится просто неимоверно сочным и вкусным и отправляю обратно в духовку еще минут на 10-15 при той же температуре за счет того что молоко у нас горячие и рулет точнее пирог на что же внутри очень горячий молоко начинает внутри паровать и пропитывает как бы изнутри наш пирог не получается сухая выпечка получается очень вкусный бесподобный просто ушел у нас за один вечер обязательно зимой я думаю стоит попробовать данный пирог ваши родные будут восторги во время рождественских праздников такая ароматная выпечка пойдет на ура обязательно дерзайте надеюсь вам понравился мой рецепт а с вами был кекс до новых встреч пока пока